Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители! А знаете ли вы, что выставка «Неуходящая Москва», расположившаяся во дворе Музея Москвы, является частью выставки «Снег и лед», восстанавливающей утраченные в прошлые века памятники архитектуры в виде ледяных макетов? Водонапорные башни у Крестовской заставы сооружены в 1892 году при реконструкции Мытищинска-Московского водопровода. Метро «Красные ворота» А это вот действительно какие были «Красные ворота» когда-то стояли на том месте, где сейчас метро. Исторически триумфальная арка в стиле барокко возведена по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве в 1709 году и была она сделана из дерева. За это время, благодаря пожарам, ее несколько раз перестраивали и вот, наконец, в 1753 по 1757 год восстановили в камне. А в 1927 году ее, к сожалению, демонтировали. Здесь же расположен и небольшой каток. А для вас у меня прекрасная новость. Все, что вы видели в моих видео, и не только в моих последних видео, но и видео других блогеров, вы можете купить здесь же, так как «Блошинный рынок» продолжит свою работу с 13 по 15 января в Музее Москвы. «Блошинный рынок» «Это что такое у нас?» «Это для посеребрения воды». «Ой, смотрите, кошечка наверху». «Кошечка вешается сверху, графинчика». «Лучше графинчика есть, но прозрачная». «Вот, и такая рыбка серебряная». «А это в чашечку в какой-то графинчик». «Это в графинчик, да». «Какая серебряная вода». «Да-да-да, прекрасная прелесть». «Прекрасная прелесть». «Можно на стену, как на стену тарелку, а можно и...» «Да нет, у нее такая ручка красивая». «Ну, там есть дырки, чтобы подвесить». «Да вы что?» «Даже не думала, что такое может быть». «Это старая Германия, но она 12 тысяч». «Ух ты, ну красота». «Это ручная?» «Да, ручная, ручная». «Обалдеть». «Ладно, полюбовались хотя бы». «Всего вам самого хорошего, удачи». «Вам с праздником наступающим Рождеством». «Ну, я думаю, пока я выпущу уже вот этот потрясающий чайник. Это чей?» «Это мы предположили, что это Германия. Здесь нет клема, есть только цифры в тесте. Вот они. «Это период арт-деко». «Да». «20-е, 30-е годы». «Посмотрите, сколько золота здесь. Такое хорошее золото, какие рисунки, форма какая, форма ручки, носика». «Да, очень характерные формы». «Потрясающе». «Это даже не кофейничка, а именно чайничка, он с дырочками». «О-о-о». «И вот такие здесь с цельной с лаканами». «Ой-ой-ой, а вот здесь у носика, посмотрите внизу, какая штучка». «Да». «Такой декор необычный». «Да». «Золото здесь восстановлено. То есть к этой вещи относились как к антикварной, ее восстановили. То есть это не то, что что-то, то, что потёрлось и можно выкинуть. То есть эта вещь всё-таки имеет ценность историческая». «Ну, это всё-таки декор. Это не ручная роспись». «Да». «Я думаю, что если бы это были с ручной росписью, это бы стояло в музее, конечно». «Это в музее стояло». «А сколько такая прелесть стоит?» «Он стоит четыре с половиной тысячи». «Неужели?» «Это очень даже ничего». «Такая цена нормальная». «Сегодня у нас предрождественский такой вечер. И вот кажется, да, что это, что это там, вот эти персонажи вакханалии, так сказать, да, как они называются, сатиры. «Да, да, да». «Но на самом деле всё-таки важнее, чтобы доброта и вера была в душе нашей, а не суеверие, что вот мы там боимся, что это какие-то такие персонажи чёрные, да. Это, по преданиям и сказкам немецким, это боги леса. Конечно, там это не в православной теме, да, но это, можно к этому относиться как к сказке. «Я хочу сказать их православной, были дни, когда на Ивана Купала и перелепили Ивана Купала, надо было прям вот всё, так сказать, плохое, всё. Всё оставить, всё. Нет, сначала наоборот, погрузиться туда, потом оставить. Ну, это пережитки, конечно, уже до христианства, до периода до христианства, да. А вот это вот замечательная чайная, это кофейная даже скорее пара, вот этот молочник. И сахарница. И сахарница. Посмотрите, какие ручки необычные. И рисунок ещё такой. Это не розы, это какие-то ромашки, герберы. Это даже, как называется у них, розовый ромаш, что был в Европе. Маргаритки? Да, маргаритки, скорее всего. Они сейчас и в Москве появились, на газонах. Прекрасные, мелкие. Да, они всегда были. А вот эти ручки, это какое время вообще? Это что, чьё это вообще? Это период Арново, это начало 20 века. Характерные формы, линии и декор. Именно характерные цветочки, как я говорю, они неповторимы. То есть они такие, с различными поворотами, с различными... Паблюдечко покажу, может получше. Но я смотрю, это всё равно, по-моему, деколь? Конечно. А какого брукни, на чьё это вы сказали? Это Франция, это Лимош. Сейчас покажу клеймо. Вот на сахарнице даже два клейма есть. Вот мы видим, вот это клеймо, и вот это оба клейма Лимош. Возможно, одна мануфактура в тот момент рельефом даже. Да, с прекрасным рельефом. Ой, вообще. Такая сахарница, как бисквитница. Да. Очень тонкий фаркор. И комплект сахарница, молочник и чашечка одна с блюдечком. Да. Вот чашечка с блюдечком, и вторая сохранилась второе блюдце, в которое можно положить конфетку маленькую. Пирожные. Пироженку маленькую себе. Вот они стоят четыре с половиной тысячи. А вот скажите, мокко, почему оно отличается от кофейного? Я думала, что кофейная пара и мокко тоже. Мокко пара, она буквально на один-два глоточка. То есть вот тут вот даже, наверное, переход. Вот кофейная пара. Нет, это точно кофейная пара. А вот мокко у меня есть маленькие, совсем немецкие. Но я не знала, что это мокко. Мокко прям они совсем маленькие. Да, они совсем маленькие, вот на один платок. Ну, это лимушь, я думаю, вот это средний размер между кофейной и мокко. Да, замечательно. Вот так вот остались несколько вещей из сервиза прекрасного. Возможно, были еще когда-то чайные чашки. Но вот это вот все-таки арт-молу, это что-то. Это прекрасная, конечно, эпоха с потрясающей красотой, декорой, линией. Неповторимые совершенно. А вот я смотрю, у вас рюмка тоже такая же, почти как данный сервиз. Это не от него она? Правильно, это не от него, это 19 век. Но это Бельгия. Тут вот не могу сказать, скорее всего, да. Потому что, смотрите, как похоже. Скорее всего, да. Аналогично сделано. Да. Но залито. Но это точно серебро. Ну, скорее всего, посеребрение. Вот именно на этой вазочке это посеребрение. Мы долго думали, вазочка это или бокал, да, для шампанского. Но по краю, возможно, что это и ваза. И использовалась она как ваза именно. Вот это конец деканского века. А вот зеленая, это что у вас? И у чего? Зеленая, это бисквитница. Но это уже наша, по-моему. Нет. Нет? А ручки, смотрите. Это Европа. Это тоже Орнуво. Эмали. Но это уже ручная роспись. Вот. Открывается. Лучше с правой руки у меня получается открывать. Крышечка очень плотно садится. Потому что бывают бисквитницы, где крышка так очень легко накрывается. А тут именно можно что-то в ней хранить. Она очень такая притертая, хорошая. А сколько так? Стоит она 13 тысяч. Потрясающе красивый вот цвет и стекло. Свет, да. Свет такой. Конечно, вот за счет цвета. Нет, но еще ручная роспись. Конечно. И цвет тут, мне кажется, он выделяет. Сначала цвет, потом ручная роспись, а потом смотрится, оказывается, что и металл необыкновенно. Да. Металл это латунь. И она старенькая, конечно. А вот эти ваши зеленые ящерицы? Это кто? Ящерицы приехали из Германии. Их парочка. Они ближе к современным. Сейчас покажу их коды. И сколько они? И вот две ящерицы стоят 2000 рублей. Это более уже современный материал. Это, как ни странно, это немцы. Формана. Была наклеечка. А что это за материал? Это уже полимерные материалы. Наклеечка вот эта Формана была на обеих ящерках. Вот вторая у меня просто уже отлетела. Это немцы Формана. Известная их мануфактура. И потом их пытались еще повторить китайцы. Но, конечно, в другом качестве. Да. Вот, кстати, так хорошо с ними разговелись. С курсалем. Он сразу заиграл. Их парочка. Потому что ему, конечно, нужно уай. Да. А вот, посмотрите. Маму. Все, профессии. Кролика. Какой чудес. Насколько стоит этот кролик? Кролика я отдам подписчикам Марии за 2.000. Это немецкий кролик, это гёбель, такая вот крольчиха, она поливает грибок, чтобы он рос, а грибок он тоже не такой простой гномик, он не грибок, а гномик, вот это клеймо, это гёбель. Да, друзья, так что приходите к Оле, к Оле всегда здесь, да, в следующем месяце вы тоже будете? Да, постараюсь быть, конечно, постараюсь быть. Но у Оли есть ещё и прекрасная бижутерия на немецком, особая, ну так просто пробегусь, вам покажу. Да, есть антикварные вещи коллекционные, и чешские, и немецкие, вот эти вот бусы покажите, потому что это арт-деко, да, это период, период арт-деко, видите, какая застёжка, так, как носили при Шанель, да, конечно, это бусы не Шанель, но это именно арт-деко, да. Спасибо вам большое, Оленька, а вот ещё, что у нас за тройка? Это ближе, наверное, к современному, вот сегодня приходила мама с дочкой, они узнали в этом свой сервиз, который у них был, это чайный, это ближе, наверное, к современному, вот должны быть, мэйден чайный уже, но это такой подвинтажный, Ну, изящный. Хорошего такого цвета. А вот это вот чайная пара? Эти пары, это мануфактура Нимфенбург, это очень известная мануфактура. Единственное, что вот в нашей стране больше знает Мэйсон, а это мануфактура, которая ценится наравне с Мэйсоном в Нимфенбург. Это 20-й век, есть и отметки, видите, в тесте, и от руки написанные, может быть, номера. Это ручная роспись. Да. Их 8 пар, везде будут разные цветы, вот такой цветочек внутри чашки, ну и замечательный, конечно, на ощупь сам фахор чудесный. Да. Нет, и форма чашки хорошая. Да, вот по форме чашки это где-то 50-60-е годы. Их есть 8 пар, можно купить и одну пару, и комплект из 6 пар, и 2 пары. То есть, есть выбор такой. Спасибо. Спасибо вам, приходите в гости. С наступающим ростом. Спасибо, и всех поздравляю от души, желаю. А вот еще вот тот вокал красивый. Это что у вас? Какой вот этот вот бокалчик? Ага. Это бокал Италия. Я вам показывала вначале Германию, а это вот Италия. Это ручная роспись, декор. Они, конечно, в своем стиле делают немножко. Им пользовались. Это целый кубок. Да. Но он тоже очень красивый, потрясающий. И подписчикам я его готова отдать за 3,5 тысячи. Хотя стоит он и для других. Да, я слышала. Для других я скажу, цены дороже, да. Спасибо. Ну что ж, не хочется уходить, но придется. Приходите. Приходите в гости. Так, друзья, праздники продолжаются. И Блашинный рынок Музея Москвы ждет вас уже завтра. В эти дни будут проходить интереснейшие мероприятия. Музей Москвы находится на противоположной стороне от метро Паркультуры. Зубовский бульвар, дом 2. С наступающим Старым Новым Годом! Обнимаю всех. Люблю. Целую. Жду. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok